Йоу, привет, братишка, привет, сестрёнка. Сегодня я расскажу тебе неожиданно страшную историю. Поэтому не забывай поставить лайк, а мы приступаем. Йоу, всем привет, братишки мои, сестрёнки мои, все остальные на видео заходящие. Это я, Лалейл Абкрадович, или отец Шиморо, за кадром, как говорится. И добро пожаловать в GTA 5 РП на сервер LaMesa, братишка, где мы с тобой продолжаем наши приключения. Напоминаю, что мы с тобой снимаем большое выживание в GTA 5 РП. Значит, без каких-либо постановок, да, знакомимся с людьми, играем. Я работаю сейчас в спецслужбе. Выживание называется Путь Лалейла в GTA 5 РП. Есть плейлист на канале, я тебе все туда серии добавил с первой. И, значит, сегодня будем продолжать. На прошлой серии мне дали большую премию. Это 100 тысяч долларов, да. И сегодня я хотел бы их немножечко потратить, а потом поехать в мэрию и посмотреть, какие задания мне дадут. Значит, так, это магазин, подожди. Зайдем, сейчас закупимся, нужно немножко покушать. Здесь обязательно нужно в этой игре кушать есть. Если ты хочешь поиграть со мной, я тебе сейчас покажу, как это сделать обязательно. Если ты хочешь вдруг попасть на какие-то серии, на складе закончились товары, слышь, вообще не обновляют, что ли? Господи, боже мой. Знаешь, когда ты заходишь в игру, ты заходишь в меню персонажа, да, нажимаешь шестереночку, приглашение, будешь мой промокод, у тебя ссылочку в описании оставлю. И мы можем с тобой встретиться на серии. Возможно, ты станешь моим напарником в будущем. Пока гостей никаких не приглашаю на серии. Я тебя напугал, если сильно не напугал, то ничего страшного. Так вот, я гостей пока не приглашаю никаких на серии, но в будущем, возможно, какие-нибудь гости еще будут со мной играть. Поэтому мы пока играем без гостей на канале. Так, нельзя использовать так быстро. Давай, садись, братан. Поехали. Поехали, съездим. Вот, нормально, кстати. Смотри, эти бизнесы, да, вот эти вот бизнесы в городе можно купить. То есть, любой игрок абсолютно может владеть этим бизнесом. Это магазины, которые могут приобретать различные игрульки. И, соответственно, некоторые люди, некоторые люди, я их называю негодяями, подлецами, да, вонюшками, не закупают товар вовремя. То есть ты должен этот бизнес за ним следить, закупать товар и делать всякие-всякие разные вещи, чтобы этот бизнес, соответственно, функционировал. Игроки покупают себе бизнес, и нихера он не функционирует. Зачем вот такой магазин, в котором ты ничего не можешь купить, где заканчиваются товары на складе? Я не понимаю. На самом деле, все мы с тобой находимся в ожидании GTA 6. Я очень жду GTA 6. Поэтому всегда подбадриваю себя в GTA 5 RP. Да, потому что просто простая GTA 5 онлайн, она не такая интересная, да. Здесь нет такого социального взаимодействия с игроками, нет всяких работ, профессий и прочего-прочего, где бы ты мог полноценно, как говорится, себя чувствовать. А в GTA 5 RP это самое то, как говорится. Тем более, перед выходом GTA 6 это вообще кайф. Ты представляешь, скоро у нас выйдет GTA 6, а мы тут с тобой, а это вообще, это я понимаю. Это я понимаю. На самом деле, я соскучился по каким-нибудь уже новым, веянием, и в GTA 5 RP ты можешь это делать. То есть у тебя какие-то новые геймплейные моменты, особенности и так далее. Это очень здорово. Так, здесь попробуем сейчас закупиться, заправляться не буду. Мы сейчас, у нас, у нас куча бабок, как бы. Надеюсь, заправочный бизнес-то работает у вас, ребята. Кто бы там не владел, братишечка, заправочные чипсики хочу. Гам... А ничего, ничего не закупают вообще? Чё за издевательство, блядь? Весь товар закончился, это чё за бред? Где мне еду найти? Это чё за издевательство? Так, ребят, кто владеет бизнесом? Объясните мне, пожалуйста, ситуацию, блядь. Я работник секретной службы. Вот сейчас прям под видео напишите, кто владеет бизнесом и во всем, во всех этих GTA ваших, блядь. Извините меня, пожалуйста, за выражение, но... Как так-то? Он, видишь, народ ездит везде. Шароёбится. Это очень странно. Здесь чё, всё раскупили, что ли? Кто-то едой затарился массово? Я не понимаю. Как это работает вообще? Такого быть не должно, чтобы ни в одном магазине ты не мог покушать себе купить. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что у нас здесь. Магазинчик. Залитаем. Смотрим, чекаем. И... Да ну! Я ору! Извините меня, пожалуйста. Короче, я найду, потом сейчас включусь. Так, ребята, мне пришлось уехать далеко в глубину в пустыне. Весь город, короче, без еды. Весь город абсолютно. Весь город скуплен. Я не знаю, кто это делает. Кто-то массово закупает, значит. Да. Сейчас посмотрим здесь. Если здесь не будет, то я буду орировать. И мне нечего кушать. Мне нужно будет просить еды у незнакомцев. У про... Господи, спасибо! Спасибо, колочка. Еды нужно набрать фруктиков. Пиццы взять ещё. Чипсов, бургеров. И всего прочего. Так, хорошо, нужно покушать. Значит, сейчас кушаем. И потом отправляемся с тобой в тюнинг-мастерскую, где мы с тобой, соответственно, затюним наш автомобиль. Да, я копил деньги, значит. Мне дали, соответственно, неплохую такую премию, да, в 100 тысяч. Это ты, если не видел предыдущая серия, в которой мы занимались с тобой пабгом. Значит, мне дали неплохую премию. Я хочу посмотреть, как я могу затюнить эту тачку. И насколько интересно, соответственно, она будет выглядеть. Поэтому сейчас мы отправляемся с тобой в тюнинг-мастерскую. И там уже будем тюнить нашу тачулечку. Посмотрим, как она будет выглядеть после тюнинга. Ну, а дальше на работу поедем. Посмотрим, что у нас там за спецзадания. И будут ли у меня какие-то спецзадания. Я же специальный агент, как бы секретной службы. Ладно, поехали. Ну, чё, ребята, находимся в тюнинг-мастерской. Пришло время закастомить вот этот вот кусочек моего говна, который... Это самая дешёвая, одна из самых дешёвых тачек. Я потратил на неё, по-моему... Сколько она там? 17 тысяч долларов, по-моему, она у нас стоила. Вот. И, соответственно, 17 кариков это... А чё у нас? Е, чтобы войти в LA Customs. Давай смотреть. Итак, вот он тюнинг нашей тачки. Что можно нам с тобой сделать? Во-первых, она у меня очень и очень медленно. Я бы ей поставил улучшенный двигатель. Самый мощный двигатель мы на неё поставим. Тормоза. У нас сейчас стандартные. Мы поставим сюда спортивные тормоза. И я хотел бы уже перейти, наверное, к какой-то внешней отделке. Потому что это очень важно. То есть, когда у тебя есть какая-то интересная тачка... Сейчас я покажу тебе свой вкус по отделыванию тачки. Это очень-очень важный вопрос. Какие бы диски на ней смотрел здесь? Слушай, подожди. А может быть сначала... Тонировочка. Тонировочка дыма. Затюним, затюним. Лимузин. Поставим, да. Клаксон мы пока менять не будем. Винил. Виниловую накле... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие варианты у нас винильчика. Слушай, так её можно тюнингануть-то нормально. Правда, розовое пламя. Слушай, нормально. Нормально будет, кстати говоря. Мне кажется... Прошу прощения, тихнул. Нормально будет. Во. Дорогой винил. Пока не будем. Свет. Цвет фар. Цвет фар хочу. Цвет фар... Оранжевый цвет. Нифига себе тоже дорого. Колёса. Короче, только колёса я могу тюнингануть как-то. А, внешние модификации ещё у меня есть какие-то. Стой, стой, стой. Во! Отдаю! Офигенно! Внешние модификации теперь. Смотрим. Спойлер. Можем поставить сюда. Охереть! Вот это моя девочка! Подожди, бампер. Бампер не показывается почему-то. Задний бампер. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Моя малышка-то, а? Так, поставили. Хорошо. Крылья. Крылья смотрим. Вариант 1. Крылья можно поставить. Стандартный вариант. Крылья. Что-то крылья я не вижу. Вторичные крылья. Пауэр метал! Во! Вот так вот сделаем. Поставим, да? Рама. Мы можем поставить раму внутри, получается, здесь. Поставим тоже решётка. А решётка куда у нас идёт? Я не вижу, куда решётка пошла. Капот! Стой, стой, стой. Что-нибудь. Вот хороша. Вот хороша. Крыша. Крыша. Поставим вот так. Вот сделаем. Сколько я бабок, интересно, на это всё потратил? Мне кажется, что до хрена. Колёса, винил, клаксон. Цвет? Цвет я не знаю. Перламутр какой-нибудь сделать здесь ей. Красный. Давай такой вот. Ахамелеон? Ля, не-не-не, цвет колёс. Цвет колёс. Цвет колёс мы сильно не поменяем. Ладно. Давай оставим так. Вот она наша. Затюненная. Ой, какая красота-то, а! С красным отливом-то, а! И сколько? 55 тысяч у меня ещё бабла есть. Вот это моя малыха-то, ребята! Вот это малыха! Не хватает. Не хватает ей. Движок я ей хороший поставил, разгона вообще не чувствую. Машина красивая стала, да, более интересная. Но мне чего-то не хватает ей. Я бы, наверное, тюнинганул, ещё немножечко бустанул бы её составляющую по движухе. Потому что это очень важно. Внутренние модификации. Подвеска. Трансмиссию, наверное, спортивную. Гоночную трансмиссию в ебу. Подвеска. Пацанская должна быть тачкой. Пацанскую делаем тачку. И без турбо. Всё, теперь она готова. Теперь она готова, потом мы её дотюним. Вот такой кусок говна мы с тобой вложили только что. 60 тысяч баксов, считай. Но зато она пацанская, заниженная. Вот это я понимаю, малыха у меня. Неуправляемая почему-то абсолютно. Хотя у нас трансмиссия спортивная. То есть по переключению она должна... Она должна жарить. Посмотри, заниженная-то какая, а? Так, ну мы с тобой уже находимся у мэрии. Поэтому можно будет сейчас отправляться в мэрию. Сейчас красиво припаркую. Не хочу разъёбывать свою красивую ласточку. Посмотри, какая у меня малышка. Как назовём машину? Как бы ты назвал тачку? У меня, кстати, до сих пор номеров нет. Я не зарегистрировал... Блядь, извините, пожалуйста. Я до сих пор не зарегистрировал тачку. Ля, ну она... Ну она по красоте рулится. Ребята, вот это я понимаю. Ла-Лейла. Сам заработал, между прочим. Сам заработал. Накопил путь Ла-Лейла, как говорится. Это тебе не сиську мять. Вот это я понимаю. Так, ладно. Полетели сейчас. Посмотрим, что нам скажут. Припарковались красивенько. Полетим сейчас в мэрию и посмотрим, что нам скажет босс. Сегодня у меня, по идее, сложное задание, да? Сложное задание, которое должен дать мэр. Я надеюсь, что я отработаю всё на максимум, потому что бабки нужны. Бабки уже потрачены, бабки кончаются. Ну там ребята какие-то уже трутся. Вот, сейчас посмотрим, разберёмся, чё кого... А чё здесь за сборочка такая? Подслушаю, подойду так чисто. Чисто в уголочек встану. Только держу в курсе. Там, по-моему, Пуаро трубку не курил. А, Элькюль... Я не помню, не помню. О, кто-то наэлькюрился. Да, по-моему, только этот... Курил одну. Чё, братан, наэлькюрился уже, да? Да, наэлькюрился. А у тебя ещё трубочки не будет. Не, не будет. Слушай, а у тебя голос знакомый. Ты случайно не Симора? Случайно нет. А по-моему, похоже, сэр. Не... А я, кстати, этот ваш фанат. Я не разговариваю. Наэльпийском у меня разговариваю. У тебя трубочки не будут? Не, трубочки не будет. Нет, трубочки не будет. Ну, ладно, пацаны, удачи. Ладно, пойдём в мэрию. Посмотрим, чё как. Чё, как работает. Больше никого не это. Все наэльпийском болтают. Меня зовут... Элькюль Трубакур. Это ваше имя? На прикалываю себе, пацаны, на работу приехал. Вот. Ну, а зовут вас как? А, наэльпийском у меня Лэйл зовут. Ну, это где-то и есть Симора, по-моему. Я не знаю, чё вы говорите, сэр. Я вообще не знаю, чё вы говорите, не имею о чём вы говорите. Я узнаю ваш голос из ты. Я понятия не имею, о чём вы говорите. Я приехал на работу, я служащий государственный. А вы чем занимаетесь, почему трётесь у мэрии? Ребята, мне поможет это. Я тоже служащий, работаю просто здесь. А, принято. Джейсон, а вы же адвокат, вы же ЭД. А поощряете курение трубки у мэрии? Как же так, что такое гражданин? Как вам помочь? А мне нужна помощь, так сказать. Какая? Там маленькая. А, не могу просто нафайлито выложить объявление, так сказать. Ну, мало проживаю. А, и у вас это, мало опыта с Авито работать, что ли, с этим? Ну, в общем, обезболивающее не могу продать. А, ну это не к нам, вы пришли в государственную организацию, как бы, вы стоите. Не, я понимаю, как этот, такую проблему можно какой-то компромисс найти, так сказать. Вы хотите что сделать? Продать какие-то лекарственные препараты здесь? Нет, 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 нет. Как вообще с Фавита там сработает, так сказать? А, я не знаю, подправить и на почту ехать. О, босс, 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 я это, извините, задержался немножко. Босс, я вас не слышу, босс, вообще абсолютно. Так, спецагенты, я как бы вас в рацию вызываю, я вас ожидаю. Да, в рацию, босс, подождите, сейчас я проверю. А, 115-й у меня рация, ну-ка, вызовите еще раз, пожалуйста, что-то, видимо, у меня сломалось. Вызываю, вызываю, вызываю. Прием, босс, слышу, а я думаю, это, извините, я задержался немножко, ребята, и отвлекли. Извините, ребята, за мной следуем. Извините, босс, это какая-то, это какая-то у меня ЭЗА, очень странная ситуация случилась. Да, возможно, не слышали, но постарайтесь впредь не задерживаться. Да, понял, понял. Я уже, кстати, премию потратил практически все. Ну, будете хорошо работать, заработайте на новую. Да, очень дорого, кстати, в городе машины тюнинговать, босс. Я просто охерел, меня содрали просто половины моей премии, просто ушло, просто на маленький микротюнинг, понимаете? Очень дорого жить, если хочешь машину купить, то там вообще за улочные цены. Ну, вот у меня машина за 11, а тюнинг за 60, как бы, босс, ну что такое? Сэр Губернатор, мы прибыли для выполнения спецзадания. Здравствуйте, сэр. Да, да, здравствуйте, сэр. Алло, Лейл, ну что, настал тот час, то время, когда вы должны, собственно говоря, доказать правительству, чего вы стоите. Сегодня мы получили новый FPV квадрокоптер, и он, собственно говоря, да, пойдет в ваше распоряжение. Собственно говоря, сегодня вы двигаетесь, так сказать, в свободное плавание, в миссию. Ваша задача – найти преступную организацию, любую, и проследить за ней, за ее деятельностью. На свой выбор, любую преступную организацию. Ну, конечно. А что мне нужно, что мне нужно отследить? Снимать на видео, как, 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 как выглядеть после этого всего? Позвольте, тут уже я вмешаюсь. Значит, задача твоя будет следующая. Использовать FPV квадрокоптер, чтобы заснять, значит, движение на местах их дислокаций, понять, сколько там находится людей, вооружены ли они, есть ли у них какие-либо бронежилеты, и какие машины заезжают и выезжают с территории, для того, чтобы в будущем мы смогли дать ориентировку на них. Если увижу людей с оружием, что делать, как действовать? Если найдешь... Смотри, ты максимально не выходишь из своего стиля секретности. Твоя жизнь сейчас и выполнение задачи стоит на первом месте. Сам ты против толпы, разъявивших людей, какого бы ты спецагент ни был, не справишься. Поэтому в данном случае, если твоей жизни не грозит опасность, старайся максимально вести себя секретно. Как только твоей жизни будет грозить опасность, предупреди меня на рации, мы с ребятами подскочим, поможем. Ну, как оператор дрона, я могу прятаться в кустиках, правильно же, Босин? Да, да. Можешь запускать его с машины, с кустиков. Найдешь для себя самое выгодное положение. Возможно, какая-то крыша. Помни, пожалуйста, о том, что у дрона есть определенная дистанция. Если вылетишь за нее, то дрон разобьется. То есть мне нужно будет еще подобрать место, получается, ближайшее к... Да, да, подобрать место ближайшее, да. Ты все правильно понимаешь. Понял, понял, принято, хорошо. Я готов, я готов. Так, сейчас мы тебя приоденем, как говорится, все это идет с госбюджета, поэтому ожидаем вещички обратно, вот все дела. Так, первым делом, первым делом, вот, выдаем, собственно говоря, амбундирование скрытное. Держитесь. Подождите, вот еще кеды, кеды, вот. А, ну вот еще и перчатки, вот. Ага, ага, а ну. Есть там? На... Держите, держите. Так, а что это у меня, я не могу подтвердить почему-то, шеф. Что такое? Возможно, людзачок карман твой полная. Да нет, у меня... А, нет, вот передали, подождите, я готов. Да, переодевайтесь. Извините, что в трусиках. Ничего страшного. Все в армии губили. Так, хорошо, хорошо, это вы меня вот так вот, да? Это вот так? Да. Зато непримет. Неприметный вы. Ну да, я спортсмен, который с квадрокоптером пошел пробежаться, я понял. Хорошо, будет такая история. Есть другой вариант. Смотри, как только будешь заходить больше к территории, где будут люди в зеленой одежде, одень вот это. А, отлично. Да, да, да. Так, я прикинусь, более-менее своим получается, да? Да, конечно. Так, а дрон? Да, дрон, конечно. Все, держите. Так, а ну, померяй зеленый, там по размеру подходит? Сейчас, сейчас посмотрю, да. Телосложения у нас вроде бы одинаковые, но на всякий случай. Давайте сейчас. Ну, я, конечно, все понимаю, шеф. Очень подходит. Но штанишки большеваты, мне кажется, великоваты немножечко. Пошьешь. Подошью, хорошо, ладно. Подвернете, подкатаете. Большей серьезности, агент Луэл. Да я серьезно абсолютно строен. Да, можно и рейтинг. Принято. Так, значит, то есть я сам выбираю, я сам выбираю, получается, своего, свою жертву, да, как говорится. Это может быть банда, это может быть любая мафия, да? А русская мафия может быть или какая? Любая мафия. Ну, конечно, конечно, но так как мы уже знаем, где они, в принципе, базили, нам нужны доказательства, конечно. Нам нужны доказательства, в первую очередь. Поэтому, вот как раз, между прочим, по вот этому дресс-коду белый, вы к ним очень хорошо даже подойдете. Хорошо, хорошо, да, кстати, да. Но главное, держите дистанцию, главное, держите дистанцию, помните об этом. Так, ну и пройдемте, еще спецтранспорт вам нужно выдать. Специальный транспорт? Конечно, он равно такой же неприметный, как и вы сейчас. Принято. А это, босс, а что там, представляете, половину премии вашей потратил чуть больше, да? Затюнить решил свое говно? Справишься с задачей. Ну, говно у меня за 17 тысяч автомобиля, я его решил затюнить. И у меня тюнинг вышел в 4 раза дороже, чем сам автомобиль стоит. Ну, об этом я у меня будет время подумать. Главная задача, все зависит от выполнения вами задачи, понимаете? Выполните хорошо, соответственно, и награда будет выше. Понятно. Вы сможете перевестись в спортальный здравоохранитель. Главное, подготовьтесь, значит, смотрите, в спецтранспорте имеется, значит, палатка, еда, все необходимое для того, чтобы выживать в местности. То есть, трудно говоря, от комаров вы защищены от всего. Каким, блядь, помогите, помогай. И, собственно говоря, покушать всегда можете взять в багажнике автомобиля. Иди, как это ты. Понял. Это ты медиапартнер, нет? Какие-то люди мерещатся постоянно, я не понимаю. Да, какие-то вот голоса. Мне кажется, что мэри и призраки, извиняюсь. Нет, мне кажется, это просто какой-то назойливый комар только что пролетел, у меня просто надухло. Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш, да, 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 да. Ой-ой-ой, очень не поймешь. А это что у нас? Парковка разве такая наша Марина? Да, да, это наша парковка. Конечно. Самый главный транспорт, он там сверху. Сами непонятно. В смысле, почему такие дорогие машины? А вот люди хорошо работают, получают премию. Да? Мы же специальные агенты, не забывайте. Вы видели мои, у нас есть какая-то идея вообще, босс? Ну вот побольше работы, ну вот побольше работы. Я сюда, кстати, скажу тебе, я сюда и на тракторе заезжал, так что, ну, не стесняйся. Я понял. Знакомьтесь. Это что такое? Это тот самый неприметный транспорт, который будет... Это монстр. Это что за... А, нифига себе. Это самый неприметный транспорт во всем, что... Я бы такой купил. Самый неприметный, который я вижу первый раз, да? Ну, то есть... Да. Вот это я понимаю. Так, идите, я вам ключики к людям. Идите, ключики получите. А, да, 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 извините, сейчас. Давайте. Так. Так, держите. Так. Ну, принимайте аппарат. Как говорится, махнули, не глядя. Вот. Принято, принято, босс. Мне очень нравится. Вот это, да, вот это по мне вообще. А ну, заводи, заводи. О-о-о-о. Так, Лейла, мы ждем на рации информацию, типа. Стоя нация, волна подключена. Прием, прием, проверка связи. Слышу, разбираю, ну, отлично. Взаимно. Ну, все тогда, я выбираю цель и погнал, получается. Конечно. Добрый путь. Да, все верно. Хорошо, принято. Спасибо, спасибо, господа. Спасибо. Нихуя себе у меня рвет. Вот это да! Я теперь такую хочу, а я на говне каком-то езжу. Бля, я хочу такую себе. Премиальную точуньку. Вот это я... Так, теперь нужно выбрать мафию. Значит, сейчас мне нужно будет, братишка, подумать, где мы с тобой будем работать. У нас есть мафия. Русская мафия, которая находится вот здесь. Здесь у нас, по-моему, армянская... А, это мексиканская мафия? Кстати, мексиканская мафия. И они зеленого цвета, по логике. Я бы поехал на мексиканскую мафию и посмотрел бы, что там. Мне кажется, что было бы значительно неплохо. Русской мафии мы уже были, как бы. Мы уже смотрели с тобой на русскую мафию. То есть, у нас с тобой был рейд, например, на предыдущем видео. Кстати, посмотрю, очень эпичное видео. Огромный рейд был. Такие рейды правительство устраивает в игре. Вот. А мексиканской мафии я еще не видел. И у них зеленый цвет. У меня, кстати, есть зеленая одежда, кстати говоря. Чтобы быть неприметным, мы сейчас сделаем вот так. Переодеваемся в зеленый. Но у меня белая шапочка. Ну, шапочку я оставлю. Вот. И здесь, мне кажется, можно будет на горе, соответственно, попробовать и за ними проследить. Посмотреть. Черт, блядь! И как? Слушай, ну она немножко неповоротливая. Но машина у меня не зеленая, единственное, черт. То есть мы подходим с тобой под зеленую мафию мексиканскую. И мы подходим с тобой под, получается, белую. Стой! А у нее нет тормозов. У нее нет тормозов абсолютно. Вы закончили маршрут, вы начали маршрут. Какие GPS-ы мне там вылетают? Что прикольно, то что здесь, в принципе, все очень круто завязано в этом плане. То есть у тебя и телефон работает. Это так, подожди. У дрона есть определенная дистанция. Это въезд в мафию. Я, смотри, что делаю. Да, это территория мафии. Я неприметно могу оставить здесь тачку. И аккуратненько запустить по логике дрон. То есть мы делаем вот так. Я как кустик. И здесь можно отрабатывать. Давай деревца поближе выберем. Или человеком-кустом побудем. Бля, да вообще может быть беспалево. Слушай, а если вот этот вот кустик выбрать. И вот здесь вот... А, меня так заметят. Нет, меня так заметят. Мы не будем так делать. Мы становимся вот в этот куст. Смотри. Мы становимся вот в этот куст. Вот я человек-куст. Офигенно. Офигенно просто. Так, я человек-куст. Дальше. Мы должны нажать FPV квадрокоптер. Это является подарком. А подарки здесь открываются F10. Мы выбираем подарк. Использовать. Вот. Да, звездочка. Использовать. Все. Мы в дроне, ребята. Все, вот он я. Смотри, чекай. Вишь? Я с квадрокоптером управляю отсюда. Так, значит. Как мы летаем? Нам нужно сейчас поснимать. Есть ли здесь какие-то интересные особенности? Это мексиканская зеленая. Ага. Люди наверху. Есть ли у них оружие? Снимаем. Смотрим. Снимаем на камеру. Чел стоит в белом бронежилете. У них у всех есть броники. Но я не вижу у них. Но я не вижу. Что он делает? А, я думал он за пипончик держится. Ага. Еще люди. Оружие я при них не вижу. Это очень и очень странно. Еще люди на территории. В большом количестве. Приезжают автомобили. Но пока они выглядят, мексиканская мафия, очень и очень даже спокойно. Людей с оружием я в принципе не вижу. Очень много на крыше людей стоит. А почему они стоят на крыше? Они кого-то ждут? Но пока все очень и очень тихо. Ни оружия, ничего подозрительного я не вижу. С сумочками братишечка бегает какой-то. Все здесь тусят. А, что у него в руке? У Челика что-то в руке. Не могу определить. Не могу определить. У Челика что-то в руке. Оружие! Ствол! Человек с оружием! И сзади оружие! Мексиканская мафия. Люди с оружием. Я вижу... Я вижу... Я вижу людей с пушками. Нихуя! А это кто-то серьезный подъехал. Ебать, а что за тачка? Кто там? Есть ли у него оружие? Это что, глава приехал? Мексиканский? Ля, непонятно. Не улетайте далеко. Это глава. Это, видимо, босс. Я не уверен. Это босс, скорее всего, приехал. Мы вернули дрона. Квадрокоптер был утерян! Прием! Меня слышно? Да, да, слушай. Докладывает Лалейл. А в Крадвич, значит, ситуация какая? На территории было замечено несколько людей с оружием. Непонятный какой-то автомобиль, не более того. Мои действия дальше. Квадрокоптер, кстати, утерян. Вот, не долетел обратно. Каким образом он утерян? Босс, ну, я его отключил, он возвращался ко мне. И он, видимо, упал где-то на территории противника. У мексиканской мафии, кстати, нахожусь. Вот, в зеленом я куст. Блять. Я проебал квадрокоптер. Мои действия. Начинать разводить или что? Так, ладно, 10-4 принято. Значит, твои следующие действия. Значит, поскольку у тебя утерянка квадрокоптер, но не меняется твоя первостепенная задача, продолжаешь, значит, слежение и фиксируешься на бодикамеру и видеокамеру телефона. Понял. То есть, у меня есть, как бы, приметы, надо поближе попробовать подойти. Покатайся вокруг, посмотри, какие машины будут выезжать с самой территории преступной организации. Если человек с оружием выезжает, что, звоню вам или как? Прием. Попробуй словить овечку, которая отбилась от стада, и разговорить, что у них здесь, как у них дела, что за машины и все остальное. Только вот не спалить. Принято. Ты кто? Привет, братишечка. Это я. Кто ты? В смысле, кто? Ну, это же я. Разводят. Почему ты меня выгоняешь? А ты кто? Блядь, съебался. Опа-на. Блядь, я рассосал всех. Ты кто, блядь? Нихуя. Здесь тоже борода, честно, красивых автомобилях. Проеду сюда. Блядь, а у них здесь, смотри, всякие интересные машинки, какие-то челики тоже трусаны. Считаем территорию быстро. Здравствуйте, а что такое? Куда я приехал? Мексиканский ресторан. А почему у вас оружие? Почему на меня направили оружие, автоматы? Что такое? Орленок. Орленок, зачем ты целишься в меня? Я куда-то не туда? Потому что ты находишься на территории... Ну, на нашей территории. Покиньте сейчас ее. Да, конечно. А куда ехать, скажите, пожалуйста? Ну, вот, желательно туда. Куда? Ага. А можете сопроводить меня? Так, я три секунды вам даю. Все, 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 уезжаю. Извините, пожалуйста. Не стреляйте, пожалуйста. Босс, босс, прием. Явная агрессия на территории. Не могу выманить. Сказали, выгнали меня, босс. Значит, наставляли три оружия, чуть не расстреляли. Босс, почему такое опасное задание, босс? Так, а ну, приди в себя, агент. Клюни тут меня распускают, спецзадание. Понятное дело, что будет опасность. Пришел в себя, сменил место от дислокации, либо же временно. Смени, сделай акцент на другую преступную организацию. И прикинусь, чтобы выманить кого-то на разговор. Я знаю, как это делается. Типа, я ранен. Блять! Все, я испортил! Сука! Типа, может быть, кто-то, кто-то, может быть, окажет помощь. Может быть, кто-то окажет помощь. О, байкер едет. Всем срать на меня. Босс, прием. Они все беспринципные, и у них нет сердца. Я притворился мертвым, лежу на въезде, все проезжают мимо меня. Босс, какие мои действия? Дальше. Так, ладно. Делаем на следующем образом. Берешь свою машину сейчас, и одеваешься зеленой. Едешь на территорию, где тасуются зелененькие люди. Попробуем там что-то снять. Принято. Переждал грозу, как говорится, все, еду. Прием, босс, я выдвигаюсь, скоро буду. Отлично, мы с агентами ожидаем тебя. Интересно, накажут меня за FPV-дрон или нет, проебанный. Вот это вот интересный момент. А то вот так вот потерять FPV-дрон, как бы, мне кажется, не каждый агент так сможет. Мне кажется, на премию нас рассчитывать не стоит. А вообще, слишком что-то как-то непонятно. Ничего обычно, по крайней мере, мафия вещь мексиканская не делает. Как бы никаких вещей там не происходит таких, которые можно было заснять. А вот на территориях, кстати, на территориях банд, очень много ребята воюют. Ну, это я тебе сейчас рассказываю, вообще, как по игре происходит. Все мафии, они враждуют между собой и занимают здесь территорию. Ты можешь стать любым, стать участником любой мафии в игре, да? Ну, и, соответственно, воевать за территорию. И если даже полицейский заезжает на территорию мафии, вот, его могут расстрелять. Они имеют право на своей территории это делать, если ты вдруг не знал. Тут какие-то машины. Босс, я прибыл на место встречи. Ожидаю внутри, тут среди тебя агент. Так, хорошо. Все, давай посмотрим. Попробуем последить за зелененькими. Ага, вижу. Да. О, вижу, вас вижу. А вы чем здесь занимались, босс? Так, пройдемте, пройдемте. Вас ожидал агент УАЙ. Никого сюда не пускайте первое время. За мной. Босс, а ничего страшного, меня премии не лишат, то, что я пиведрон потерял. Я пиведроном больше, я пиведроном меньше. Понятно, красивая картина. Мы все равно его сможем отдать нашим специалистам, где сделают ремонт. Так, ладно, упакуйте его, пожалуйста, в коробочку заводскую и передали мне, а я вам дам новый дрон. Короче, не, все равно, мне кажется, бизды получу так. Упаковать, упаковать. Так, обмен. Теперь мы передаем дроны, который у нас был. Ага. Все. Все, это новый рабочий дрон. Старый дрон починим в течение пары часов. Принято, принято, спасибо, спасибо, босс. Дальше, какие действия? Ваши действия и задачи не меняются. Мне нужен компромат, поэтому давайте, включайте все свое обаяние и работайте, агент. Вы сейчас двигаетесь, значит, на преступную организацию, которая постоянно носит все в зеленом. Мне нужны машины, которые заезжают на их местные дислокации. Мне нужны люди, фотолиц, что угодно. Мне нужно их закрыть. Ага. Понял, понял, босс, ну я приступаю. Я уже разобрался, как бы я опытный. Использовать. Босс, у меня проблема, босс. Квадрокоптер будет недоступен для меня. Я буду действовать по старинке, босс. Да, есть тут по старинке. Сука! Так, значит, беспалевно. Беспалевно, значит, без квадрокоптеров теперь. Достаем телефон и снимаем их всех. Так, хорошо, места, люди. Зеленая одежда. Я незамеченный. Скопление автомобилей. Постоять, потереться, может быть, поговорить. Какая-то девушка там. Можно подъехать, наверное, к главному входу встать. Побежал человек. Невооруженный. Непонятно, чем занимается. Побежал, стоит. Возможно, заметил меня. Неизвестно. Какая-то девушка в белом. Хотя мафия зеленая. Что там делает девушка в белом, непонятно. Достал оружие. Позвал пацанов. А, не-не-не, они куда-то собираются. Они куда-то собираются с пушками. Босс, прием. Трое вооруженных людей ведут себя неадекватно у входа. Сними, это на телефон. Мне нужны их лица, стиль одежды, цвета. Все, ты знаешь, что нужно делать. Они бегают с оружием, они все вооружены. Они бегают вокруг автомобиля, непонятно, чем занимаются. Пусть я не знаю, как действовать. Я все снимаю, все снимаю. Твоя главная задача, это скал. Ты снимаешь в данный момент, считаешь, что ты задельную базу. Тебе главное выжить, чтобы потом эту задельную базу передать мне. Поэтому наблюдай, снимай. Если ты заснимешь их с оружием, заснимешь какие-то автомобили будут заезжать, выезжать с территории, то мы сможем их прикрыть. Блядь. Опа, на чел переоделся. Так, еще человек. Сфот или тут? Сфот, сфот им здесь. Кто-то мне факью показывает. Ну, это агрессия такая. Да что ты, факью? Сделаем вот так вот. Пройдемся так вот. Аккуратно, молодцы какие, ребята. Агрессивное поведение. Пофот им. Сфот им все номера. Нормально, я спецагент под прикрытием. Я знаю, что я работаю. Хорошо, все смеются. Сядем в автомобиль, гражданин. Сели к автомобилю. Ну и что ты, братишка, рассказывай давно в мафии? Братан, можешь меня подкинуть к бару? К стри-бару, братик. Братик, куда мы поехали, братик? Братан. Братан, куда ты не везешь нас, братан? Братик. Братик, ты куда нас повез? Братишка. Ты куда нас повез, братан? Блядь! Босс, тут случилась нелепая ситуация. Меня выкрали с территории мафии и непонятно, что происходит. Я не понимаю, где я оказался. Я нахожусь в чужом автомобиле. Человек агрессивный. Я сел к нему поговорить, хотел его выманить на разговор, но он возвращается. Свет автомобиля куда едет? Автомобиль фиолетового света. Братишечка, братишечка, куда мы едем? Какой стороной направляется? Примерный ориентир. Братишка, куда мы едем? Брат, ты можешь ответить мне? Гелик, можете отделиться от меня. Надите мне этот фиолетовый автомобиль. Северо-восток! Северо-восток! Девцыные вышки! Куда мы едем, братан? Я приболел немножко. Братан, почему ты не разговариваешь с тобой? Почему ты не разговариваешь со мной, братишка? Ты меня слышишь вообще? Нет, брат! Нет. А что ты не слышишь за меня? Почему ты не разговариваешь со мной? Куда ты меня везешь? Куда ты меня везешь, братишечка? Агент, Примерный ориентир. Куда тебя везут? К воде, куда ты едешь? К воде. На обрыв, обрыв, обрыв. Восток, восток, восток. Ты что, хочешь скинуть нас, что ли? Ааа, босс! У тебя никак не получается. Я заеду, живи. Ты какой-то хуёвый маньяк. Ты маньяк, что ли, блядь? Куда ты везешь нас? Зачем ты нас сюда привез? Так, давай не будем играть в эти игры. Давай остановимся. Куда ты привез нас? Это что такое? Ты что? Бля, босс! Ощущение, что меня ходит. Он разделся в трусике. Он в трусиках стоит. Мы приехали к какому-то человеку тут под мостом в капюшоне в чёрном. Ты что? Что ты где? Не буду я! Я этим не занимаюсь! Под мостом. Понял, возле моста. Арка, арка. Там арка у реки. Возьми возле моста, правильно? Да, он разделся. Жопу мне показывает. Босс, я не знаю, что делать. Что ты хочешь? Босс, скорее! Я почти взял его, и у меня нет наручников. Убери пушку, пожалуйста. Давай не будем, давай не будем. Что мне сделать? Раздеться? Только не стреляй, блядь. Да. Ты маньяк, что ли, блядь? Этого достаточно? Босс, я тяну время как могу. Эта арка там в чёрный человек в капюшоне. Что ещё снимать? Просто не стреляй, пожалуйста. Не стреляй! Что, что снимать? Я снимаю обувь. Снимаю обувь. Что ещё? Штаны снял. Что на карте? Что на карте? Скажи мне, агент. Самый край карты, завиток там под... Там арка, там арка, там арка. Босс, арка, арка, завиток там сидит. Что вы сказали, сэр? Сейчас я сяду, сейчас я сяду. Там арка такая, там в чёрном капюшоне человек стоит. Меня увозят снова. Босс, он раздел меня и увозит. Что за хуйня? Босс, мы команда или нет? А ну успокоился, моя агента тебя ищут. Я сам программ тебя ищу. Успокойся и дай мне более чёткие координаты. Дай мне... Там змейка, змейка, змейка на карте. Змейка такая, змейка, змейка, змейка. В самый восток карты, змейка. Уезжаем уже оттуда дальше, в темноту, в ебеня. Он привёз меня на обрыв. У него лошадка какая-то, большая лошадка, палка с лошадкой. Что за хуйня, босс? Встань, встань. Выйди, 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 выйди. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Встань сюда. Зачем? Встань сюда. Босс, меня лошадки! Ебать лошадкой будут, босс! Я еду, я заработал скоро, работал. Что такое? Развернись, развернись. Зачем? На меня развернись. Жди, разбивайся. Нажимай ща подожди. Что ты хочешь сделать? Босс, босс, тут обрыв, блядь, тут обрыв! Один километр, я еду, один километр. Что такое, что ещё раз? А как вас зовут? До свидания. Что за свидание? Как вас зовут, подождите? Встань туда. Встану, давай, поехали, давай, сделай. Я сделал всё, что ты скажешь. Я сделал всё, что скажешь. Встань туда, встань туда. Подожди, ты хочешь сбить меня на автомобиле? Нет. Ты хочешь сбить меня на автомобиле? Я здесь, босс! Ты какой-то странный. Ты маньяк, что ли? Босс, мы в воде, мы в воде. Тонем, босс, тонем, тонем. Он хотел ебать меня лошадкой, босс. Босс, скорее берите его. Он уплывает, босс. Он уплывает. Вон он, вон он. Он уплывает, сука, уплывает. Блядь. Вон он, в воде, босс. Это какой-то маньяк, блядь. Я... Можно мне, босс, можно мне отгул, босс? Можно мне? Он мне чуть... После такого пережитого можно, конечно. Меня чуть не выявили лошадки, босс. Я пока... Вот одежда ваша и квадрокоптер. В пизду нахуй, босс. В пизду. В пизду. Это... Это ваше. Босс, я на перерыв, извините, пожалуйста. Я на перерыв. Нет, отвезите меня домой, пожалуйста. Отвезите меня домой. Отвезите меня. Давай, садись в машину. Отвезите меня, пожалуйста. Отвезите меня домой. Продолжение следует...